Ну и в продолжение моего алкоголизма, мне там называют, что я алкоголик почему-то. На Елисейских полях обязательно, обязательно, вот никак не мог удержаться. Все, все выпью, все выпью. Бокал за бокалом, бокал за бокалом. Это еще тут у меня. Вот. И будет лосось с картошкой, с пюре. Было с пюре, я попросил, говорит, не надо пюре. Да, говорю, не надо пюре, давайте лучше мне картошку фри. Ну, они на меня посмотрели, конечно, как на колхозника, но решили, ладно, что с него брать. Здесь санкционный товар, сплошная санкционка. Сплошная санкционка. Это людей, которые любят снять. А с этой стороны тоже. Вот так. Тут во Франции вот так. Аксеру надо еще взять, естественно, колбаски или ветчины нарезку, разумеется. Сейчас мы это сделаем. Всем привет. Вы на канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии и Италии. Ну, сейчас мы живем в Париже. Я существо бездуховное. В основном там выпить, поесть, но иногда тянет на культуру. Итак, Лувр. Но до него надо доехать еще. Все говорили про какое-то ужасное французское метро парижское. Нормальное метро. Чего не нравится так? Чистенько, хорошо. Метро оказалось в Париже вполне нормальное. Вообще, в Париже оказалось все как-то чистенько, никаких асоциальных элементов не видно толпами. Вообще, все как-то, все как-то вот достаточно гламурно. Может быть, это результат Олимпиады. Мы были, только-только закончилась Олимпиада. Может быть, перед Олимпиадой они что-то там почистили как-то. Но, в целом, Париж произвел впечатление, ну, такое, очень приятное. Думаю, надо подписаться. Итак, Лувр, Лувр. Побывать в Париже, не побывать в Лувре как-то совсем неправильно. Значит, какой у нас план был? Был план подойти, посмотреть на здание самого дворца и погулять по парку Лувра в направлении к Триумфальной Арке. Значит, ходить внутрь, смотреть там на Джоконды и на прочие, ну, желания не было особого. Во-первых, уже насмотрелись. А во-вторых, просто, ну, как-то и погода была более-менее. И вообще, на открытых пространствах нравится больше. Ну, вот, все, идем, направляемся туда. Да, поглощают ворота публику. Добро пожаловать в Лувр. Уже подмигивает. Да, идем, она уже подмигивает. Готовьте билеты покупать. Так, а внутри должна быть конструкция, да, пирамида. Слушай, а ветром, что ли, сюда заносят эти капли? Ну, понятно, полщи туристов. Возможно, среди них есть вандалы. Периодически сюда проникают всякие вандалы. Ну, тут же, естественно, все огорожено, все огорожено, все перегорожено. Ну, такие официальные вандалы портят облик памятника. А вот у нас и Лувр. Своими какими-то архитектурными придумками, пытаясь вписать современное стекло, железо и бетон вот в эту красоту. Вот, в Версалии. Я хотел все это на тарелке посмотреть, на как люди жили, с чего питались. Вот, а там нет ничего. А вот здесь, в Версалии, в этом Лувре, говорят, выставлено. Вот, в Вене тоже, в Хоффбурге, там все это выставлено. Можно посмотреть быт императоров. И вот тут интересно посмотреть на быт императоров. Интересно, вот как они сообразили вот эту, вот в центре двора, в Лувре поставить вот эту. С чего это, вот как, с какого перепуга им пришло в голову? Смотрится как-то диковато, честно говоря. А там вот пирамида. Здесь какой-то прямоугольник поставили, а там поставили просто пирамиду. Потому что мы зашли не с центральной. Да, мы зашли какими-то огородами, окольными путями. Там у них и парк есть, и все есть. Ну, здесь красота. Вот. И вот теперь как бы в очередной раз вам говорю, что это Лувр. А до этого был тоже Лувр, но ненастоящий. А вот здесь большая пирамида, вокруг нее маленькая. А вот эта пирамида тоже становилась объектом вандализма, попыток вандализма. Какие-то попытались забраться на нее, чтобы сверху вылить краски, чтобы краска стекла по стеночкам и чтобы было красиво. Но их вовремя там повязали, схомутали, не дали им, не дали. И народ ходит. Сюда пускают без денег, можно зайти вот просто бесплатно, гратис. Вот, все и заходят. Вообще, слава Герострата, она покоя народу-то не дает. Вот, естественно, Джоконда, Мона Лиза, она объект. А чего фонтан выключен? Павильон Кольберт. Это творение Леонардо да Винчи, он считается самым-самым таким дорогим, самым главным экспонатом музея Лувра. Естественно, привлекает внимание. Две девушки взяли и соорудили пирамиду посреди. Активистки чего-то там пытались облить супом. Почему супом? Не знаю, почему-то супом. Связали таким образом историю современности. Я так предполагаю, это был французский луковый суп. А какой еще? Фонтан, к сожалению, не работает. Там дальше у нас парк. Но им не дали. Там арка и за аркой парк. Не получилось, потому что бронированное стекло. Погуляем. Время есть до ресторана. В него можно и с пистолета стрелять, а на суп. Ужинаем сегодня в одном из лучших ресторанов Парижа. Вчера не получилось резервацию позавчера. А сегодня место было. Ладно. Ну, там вход на Мону Лизу посмотреть. А мы направляемся в парк. Был такой молодой человек, очень креативно подошедший к вопросу. Он переоделся в бабушку. Сел на каталку и попытался испортить картину. Опять же, бронированное стекло. Там вход в музей Лувра. Его оформили вот такой пирамидой. И там на подземный этаж спускаешься. Вообще, Мона Лиза, ее слава, она ведь не очень давняя. Ну, только масштабная, как Лувр, очень большой. Гигантский просто. Я не знаю, насколько вы в курсе. История-то была известная до 1911 года. Это не была главная картина Лувра. Это была одна из. И, в общем-то, вполне такой, ну, конечно, Леонардо, конечно, что-то там из себя представляло. Но это была просто картина в ряду. А известной она стала, естественно, в результате скандала. Ну, как и полагается. В результате скандала ее украли. Ее попросту украли. Украл итальянец Перуджи. Вот этот Перуджи взял и спер. Ее даже не сразу заметили пропажу. Случайно. То есть, один художник хотел нарисовать Джоконда в Лувре. Вот эту картину хотел. Ну, картину в картине. И не обнаружил. Потом долго искали. Потом наконец-то поняли, что ее украли. И через два года уже нашли. Нашли, каким образом этот Перуджи сам попытался ее толкануть. Попытался толкануть по цене около 50 тысяч тогдашних долларов. Ну, по тем временам тоже деньги. Ну, сейчас картина послабше. Стоит там 400-450 миллионов. Сколько стоит Джоконда, вообще никто не знает. Так что... Ну, естественно, его и повязали. Вернули. А ему дали год, из которых он отсидел 7 месяцев. Потому что он притворился патриотом. Который... Картину, которую французы украли из Италии, он вернул якобы в Италию. Ну, отделался легким испугом. Ладно, на этом все. Пока-пока.